Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо за возможность участвовать в сегодняшней конференции. Действительно, вопрос крайне сложный, и чем больше ты пытаешься в нём разобраться, тем больше вопросов у тебя ещё и возникает. Вообще, изначально, чтобы правильно оценить эффективность той или иной противоопухолевой терапии, необходимо комплексно подходить к вопросу, непосредственно рассматривать непосредственную эффективность, субъективный ответ, объективный ответ, отдалённую эффективность, которая относится к время допрогрессирования, общая выживаемость. Субъективный ответ, что мы можем к этому отнести? Оценка общего состояния пациента, динамика, маркёра, в данном случае ЛДГ, СТО, и объективный ответ, данные радиологических исследований, в некоторых случаях скорость роста опухоли. Да, если мы исторически поднимем вопрос о возникновении системы эффективности на изначально цитотоксическую терапию, первые критерии WHO, дальнейшая модификация, постоянная переработка критериев и появление иммуно-онкологических препаратов в нашей практике, поставила вопрос ребром о необходимости модификации именно в связи с развитием атипичных паттернов ответа у пациентов, с меланомой кожи, получающих терапию эпилемабом. И это привело к тому, что изначально мы имели бесконечное количество очагов для оценки, затем 10, дальнейшее уменьшение до 5, двух измерим, теперь мы измеряем в одном, одно измерение имеет смысл. И принципиальным отличием новейших, ну как новейших, уже достаточно давно, все критерии последние переработаны, модифицированы, является то, что появление новых очагов однозначно не трактуется как прогрессирование заболевания в связи с возможными атипичными ответами на фоне иммуно-онкологических препаратов как следствие их специфического механизма действия. Да, и, значит, ряд исследователей, ряд многочисленных исследований пембролизумаба, ниволумаба, эпилемумаба после прогрессирования заболевания пациентов на данную антипиди или CTL4 терапию продолжали лечение. Выяснилось то, что медиан общей выживаемости таких пациентов значительно длительнее, чем у тех, кто имел прогрессирование, но терапия была прервана. Это, так сказать, пришлось задуматься, и выделен феномен псевдопрогрессирования. Это временное увеличение опухоли с последующим регрессом без смены лечебной тактики. То есть чем не разнонаправлена динамика, да? Мы имеем и увеличение некоторых очагов, возможно, появление даже новых, но при этом при продолжении той же терапии в дальнейшем мы будем иметь регресс. Частота развития этого феномена от 2 до 13% в зависимости от нозологической единицы, от конкретной антипиди или CTL4 терапии. Но в целом варьирует от 2 до 13%. Нами было выполнено небольшое ретроспективное исследование с включением 137 человек, пациентов с меланомой кожи, метастатической формы, немелкоклеточного рака, легкой, слетоклеточного рака почки, которые получали антипиди-1, антиCTL4 терапию во второй последующей линиях лечения. Целью работы изначально было сравнение критериев оценки эффективности, так как, да, мы сейчас понимаем, что на фоне терапии иммуно-онкологическими препаратами РЕЦИСТ не всегда подходит, поэтому есть IRC и AI-РЕЦИСТ. И в общем, в общей сложности получилось то, что частота расхождения ответов при оценке по всем трем системам составляет около 16%. Возможно, это так, а горта пациентов, в котором тогда, в то время, эта группа пациентов начинала лечение с 2012 года, и у них при оценке по РЕЦИСТа в тот момент была прервана терапия иммуно-онкологическими препаратами. Но, возможно, при продолжении, несмотря на условное прогрессирование по данным радиологических методов, мы бы имели более лучшие ответы, и объективный ответ, и, так сказать, корреляцию с общей выживаемостью. Что мы, собственно, и попытались проанализировать, определить взаимосвязь показателей общей выживаемости и ответов на иммунотерапию конкретно по трем системам. Ну и, конечно, пациенты были подразделены на две группы с наличием прогрессирования и отсутствием прогрессирования. Ну и, конечно же, наибольший клинический эффект коррелировал с наиболее выраженной медианой общей выживаемости и кумулятивной выживаемости. На самом деле сейчас большое количество исследований на этот счет проходит. Ну, это ретроспективные исследования, какие-то метаанализы. Вот было проведено одно исследование, где сравнивали непосредственно рецисты и ARC и у пациентов с меланомой кожи, получающих пемролизумаб. В исследование было включено около 300 пациентов, если я не ошибаюсь. У них частота расхождения ответов составила 14%, что, в принципе, как-то коррелирует с нашими данными. Они оценили двухлетнюю выживаемость, которая составила в группе пациентов без прогрессирования по обеим системам, почти 80%. Здесь немножко другое было подразделение у них. Они делили пациентов без прогрессирования по всем системам, и с прогрессированием по всем системам, и без прогрессирования по ARC. Если мы поднимем такой вопрос, как нам, да, в основном доклад посвящен у меня ингибиторам контрольных точек иммунитета, но если произвести сравнение алгоритмов действия при оценке эффективности таргетной и иммунотерапии, то можно несколько таких постулатов выделить, что, в принципе, при оценке эффективности таргетной терапии достаточно использования критериев рецист, потому что мы имеем другой механизм воздействия, и, в принципе, мы понимаем, что мы можем ожидать от терапии. Естественно, никуда не уходит оценка общего состояния пациента. Да, при наличии разнонаправленной динамики, увеличение одних очагов, увеличение других очагов, но если в сумме мы имеем увеличение на 20 и более процентов, то, естественно, это показания для смены терапии. При увеличении до 20 процентов, что укладывается в рамку стабилизации процесса с разнонаправленной динамикой, мы продолжаем терапию. При использовании ингибиторов в контрольных точках иммунитета для более комплексной, детальной, всесторонней оценки, понимания, возможно, есть смысл все-таки пытаться оценить по всем системам и найти какое-то равновесие между этим. Также никуда оценка общего состояния не уходит. Но здесь тоже важно понимать, что ЭКОК-статус и общее состояние пациента может ухудшаться и зависеть не только от того, что мы, возможно, имеем прогрессирование, а на фоне развития нежелательных явлений, что тоже нужно как диагностику проводить. Соответственно, при подозрении на псевдопрогрессирование нам необходимо подтверждение через 4 недели, потому что продолжение терапии ассоциировано с более длительной общей выживаемостью. И хотелось бы представить клинический случай, который, мне кажется, очень детально подходит по тему доклада. И вот пациентка, у которой в 2012 году было сечение пигментного образования кожи левого коленного сустава, гистологический петулиоидно-клеточная меланома. Спустя 6 лет появление образования мягких тканей нижней конечности и еще было потом выявлено образование передней брюшной стенки. Гистологически была верифицирована метастаза эпидулиоидно-клеточная меланома, начата терапия пембролизумаба. После 9-го введения появление новых очагов в мягких тканях шеи, которые не визуализировались ранее, Прогрессирование, псевдопрогрессирование. Выполнили тонкоигольно-аспирационную биопсию, цитологические скопления лимфоцитов. Исключили истинное прогрессирование, продолжили иммунотерапию. Дальше череда серьезных нежелательных явлений, пульмонит второй степени, там был сахарный диабет. Соответственно, на фоне глюкокортикоидов пациентка, после разрешения пульмонита первой степени, продолжение иммунотерапии, эффект лечения, частичный регресс. Было суммарно выполнено 23 введения. Далее по контексте органов грудной клетки инфильтративные или вторичные изменения в легких. Лекарственное поражение, опять-таки псевдопрогрессирование, истинное прогрессирование, повторная биопсия, повторное гистологическое заключение, где исключено было прогрессирование заболевания. Пациентка наблюдалась, после чего по данному контрольному обследованию был отмечен рост одного образования метастатического передней брюшной стенки при стабильной картине оставшихся нижних конечностей. Был выполнен рост, причем плюс 19% от общей опухолевой массы. Выполнено широкое иссечение гистологический метастаз эпитолиодиноклеточный меланом. Фактически это можно расценить как прогрессирование заболевания, но после иссечения широкого терапия никакая не возобновилась, и общая продолжительность эффекта в настоящее время больше двух лет. В заключение хотелось бы сказать, что при планировании проведения лечения необходимо учитывать нестандартные ответы при иммунотерапии непосредственно. Нужно учитывать такие моменты, как результаты оценки по различным системам, изменение общего состояния больного, динамика маркеров, изменение течения заболевания. Также, конечно, и мнение больного об эффективности терапии. Ну и, соответственно, продолжение терапии возможно только при ожидаемой пользе от этого лечения. Поэтому к вопросу нужно подходить комплексно, мультидисциплинарно, и в идеале с коллегами из смежных специальностей. Спасибо за внимание.